Если вы чувствуете, что он вышел за классом, то лучше развивать дистанцию и не цеплять путь. Понимаете? То есть, команда Дзюдзур не должна быть, только что вы уйдете и закончили. Понимаете? У нас нет много времени, поэтому мы сейчас работаем, удар ножом внизу, и мы собираемся, да? И пару действий, которые вы должны сделать в этом выпуске. И потом, в конце концов, я пояснюю, как работает, ну, вмагание передвижения назад. Добрый. Удар ножа внизу, почему начинаем с него и определяем 60% часов ударов внизу? Потому что по статистике, пейцы, 90 ударов, это сам-самый такой удар. Мы сейчас не разберем работу против профессионала ножового бога, да? Потому что только, в основном, если вы умеете происходить против ножа, шансы будут не очень много. Потому что ниж, плюс фоксерализм, десь, ну, кратно ваши шансы, его шансы выше, ну, против вас, если у вас нет здоровья. Понимаете? Ну, ну, мы сейчас развидаем убитого ситуации, а вот кто-то там не дуже на эмоциях, а мы просто хапаем нижше и выносим средину, да? Да, плюс живота. Так. Не будем тренировать, ну, шансы на выживание невелички, да? Зреагуйте, слава богу. Но то, что не среагирует, тоже очень много. А что, привезли, что вы говорите, что вы говорите, что вы делаете? И что удар? Вы развиваете его с траектори. Вот с траектори ударов. Так что, что вы маете запоминайте, вы не маете степь на этой траектории. Вот если это удар, вы подходите с меня так. Або в цей биг, зовнишнє ворота, да? Або в цей биг, зовнишнє ворота. В жодном разе не залишаемся на этой дистанции. Знаете, если вы працюете на щелноку вперед-назад, перший удар, вы, может, отойдете, он подступает, он делает там наступное. Ну, как мы можем видеть эту ситуацию, да? Людина на вас не бегает и херачит вас уже. Если вы подступаете просто назад, она чуть поздно будет. Тогда вы впадете, або он вас забьет и заряжет. Поэтому, первое, что вы понимаете, вот, здесь есть атака. И простым рухом, да? Вроде вниз я перекрываю зону атаки. То есть мы делаем нашего соперника на хрест, и раз, два, три, четыре зону атаки у вас есть. Таким рухом я перекрываю атаку снизу, справа. Он кримает ниж снизу, правая лица, понимаете? И смягчивость вот сюда, смягчивость вот сюда, смягчивость вот сюда. Это первое, что вы понимаете, ну, при ударе будем в безопасности. Наступное. Ниж, когда он небезопасный. Когда он рухается. Когда он набрал кинетичную энергию и может вас пробить. Да? Когда он максимально безопасный. Когда он еще не начал рухаться и когда он уже закончил рухаться. Поэтому, если вы взяли ниж, и вы его себе впевнены. Но это тут, и его... Да? Да, начинаете набегать на него. Ну, або вы даёте ему пробителю, закинчите амбитуру свою группу. И після этого уже атаковать. И выбирать больше и дальше. Возьмём? То это безоганно, возьмём. Теперь, что ты идёшь, заблокировали. Далее моё завдание – вывести его с ревноватой. Каким человек может это сделать? С этой позиции. Або я вкручусь надалее. Так. Зажимаю руку. Дуже плотненько, працюю. И чину кисточки не вывешиваю рукою. И вот, что его забираю. Забираю ниж. Стручу. И добиваю. Давайте справимся вверху. Еще раз, вы зараз не працювали. Оп. Далее. Ця рука. Вот таким. Да? Винцеговым ударом мы можем працювать. Блок, блок. Удар, удар, удар. Из этого забираю ниж. Строго.